Устраивайтесь поудобнее. Мы сегодня с вами разбираем, как сделать так, чтобы тональный выглядел просто прекрасно, чтобы у вас была волшебная кожа, и вам тональный крем не доставлял неудобств. Поехали! Так, самый-самый мощный лайфхак – это подготовка нашей кожи. Вот без подготовки у нас точно ничего с вами хорошего не получится. Многие жалуются на шелушение, поэтому очень важно увлажнить сильно кожу, отпилинговать ее, отшелушить, и потом наносить дальше наши увлажняющие средства в подготовке кожи. Давайте начнем сначала с увлажнения. Почему я его сначала наношу? Вот прям мощненькое увлажнение. Я беру бустер, хорошо его в ладошках замешиваю, наношу бустер плотненько перед вообще тем, что я буду делать макияж. Это мой лайфхак. Почему бустер? Потому что тут и гилоуроночка есть, и масла есть. Я пока могу кофе попить чуть-чуть. Конечно, это вы можете делать, когда у вас время есть. У меня кожа, знаете, увлажнилась, и вот эти вот шелушения, которые были на лбу, на носу, в зоне подбородка, они как бы размякли слегка. Потом я беру подушечку моего пилинг-пэда. Вы можете абсолютно любой свой взять. Я беру свой, потому что знаю о безопасности вот этой подушке. Сложенные вот так аккуратно и ровно нитки шелка дают правильное отшелушивание. То есть я не травмирую кожу, а очень-очень мягко и гладко убираю ороговевшие частички. Что я делаю? Я стороной сетчатой прорабатываю места, где у меня есть шелушение. Круговыми движениями сильно не нажимаю. Мне достаточно легкого прикосновения. У меня на носу бывают шелушения. И знаете, чаще всего, особенно у молодых девочек, не про меня, не про меня сейчас речь, у молодых девочек забитые поры и из пор торчащие комедончики. Вот они тоже хорошо шлифуются. Видите, я немного. Вот здесь вот часто очень, по крайней мере у меня, бывают неровности. Вокруг губ пройду. Я и губы прошелушу. Переворачиваю на другую сторону и прорабатываю, заглаживаю. Если у вас есть шелушение в бровях, особенно, знаете, когда идете окрашивать брови, хорошо протрите такими пилинг-пэдами. Краска возьмется на ура, идеально. И будет долго-долго эффект окрашивания быть у вас. Я возьму ватный диск, возьму тонер и сниму остатки пилинг-пэда. И, конечно, я уже тонером мощно увлажню кожу. Тонер восстанавливает PH. Тонер убирает излишки продуктов, нанесенных до. И конкретно наш тонер закрывает и сглаживает поры. Его можно и на глаза. Он без спиртовой. Я нанесла уже первый этап увлажнения. Я могу уже наносить, опять же, бустер наш. Хорошо его разогреваю в руках. Расщелкиваю шарики, в которых у нас есть масло. И аккуратно наношу на наше лицо. Про шею не забываем. Я люблю именно гиалуроновый бустер наносить под глаза, потому что он не добавляет жирности. Стойкость увеличивает и классно увлажняет, что потом морщинки не подчеркиваются. Эмульсию можно нанести несколько раз. Есть такой японский способ, 15 нанесения эмульсии. Мы с вами можем нанести одну, один или два раза после высыхания. А попробуйте вот эти 15. Знаете, кожа такая, как будто младенца становится. У меня на 15 никогда времени не хватало. Следующий этап это крем. Я наношу всего мало. Я не наношу очень много продуктов. Поэтому тон будет держаться очень стойко. И не улетать с кожи. Знаете, когда у нас есть несостыковка ухода и тона, тон чаще всего плохо держится, нестойкий и легко убегает от нас в течение дня. Поэтому продукты должны подходить под нанесение тонального. Я специально так разрабатывала продукты, чтобы они дружили с тоном, не конфликтовали. Продукты должны быть легкие. Следующий этап праймер. Праймера нужно, ну прям маленькую граммулечку, просто капелюшечку. Наносим только на Т-зону. Потому что именно в этой зоне тон хуже всего держится. Здесь больше всего неровности и больше всего мимических изменений. Поэтому праймер мы основным наносим на Т-зону, на центральную часть лица, а к периферии уже растушевываем. Сейчас должно все встать, и мы с вами будем начинать наносить тон. Итак, следующий лайфхак. Обязательно берите правильного цвета тон. Вы скажете, что важнее текстура, я с вами соглашусь, но я предпочитаю достаточно плотный и укрывистый тон. Я умею наносить его очень легко, флюидно и очень плотно на вечер. Поэтому мне для самостоятельного домашнего использования абсолютно не нужны большое количество тонов. Поэтому у меня всего один тон. Он хороший, укрывистый, он пигментированный, но я его по-разному наношу. Но самое главное, вам нужно выбрать правильный оттенок. Тон не может быть светлее вашей кожи. Если он будет светлее вашей кожи, он подчеркнет даже несуществующие проблемки. Он подчеркнет все мимические морщины. Он подчеркнет неровность кожи, расширенные поры. Обязательно бережите тон вашего оттенка или чуть-чуть темнее. Вот я даже советую вам чуть-чуть темнее взять, а консилером высветлить потом те места, которые вам кажется, что необходимо высветлить. Итак, как выбрать тон? Я выбираю его на лбу. Я знаю, что мой оттенок 0,2. И вот когда я вот так вот ставлю, я четко вижу, что он очень похож на мой оттенок кожи, если его растушевать. Смотрите, то есть я поставила пятнышко и начинаю растушевывать. И вы видите, что тон классно подстраивается. Давайте другой оттенок с вами посмотрим. Номер третий. Чаще всего я его использую тогда, когда я очень сильно загорела. И вот вы сейчас видите, что он мне даже лучше подойдет. Ну, лето же сейчас. И растушевывая, я тоже это вижу. И вот первый оттенок тоже ставлю на лоб. Видите, какой светлый. И даже растушевывая, мы его очень сильно видим и замечаем. Поэтому я возьму либо третий оттенок, либо второй оттенок. В зависимости от того, все-таки хочу я подчеркнуть свой загар или сделать свою кожу нейтральной. Но чтобы убрать все неровности, все мимические морщины, я буду использовать однозначно третий оттенок. И моя кожа будет выглядеть свежее, красивее и моложе. Как это бы странно не было. И опять идет тенденция, сейчас актуальная тенденция, это на более темную кожу. Для того, чтобы правильно нанести тональный крем, чтобы он лежал ровно, красиво и аккуратно, чтобы кисть не полосила, мы сначала наносим точечные движения. И берем самую первую кисть. И посмотрите, как аккуратно, быстро и ровно, заглаженно она наносит продукт. Кистью пушистой это сделать еще быстрее, но тут на коже больше рельефа появляется. Кисть, про которую я говорила, очень удобная, потому что ей плоскостью можно наносить и растушевывать пушистой частью. Сразу выполняет два действия. Заглаживает и мягко растушевывает. Ну и вот эта кисть интересная, ей немножко, так знаете, залипательно наносить, но она очень круто вшлифовывает тон. Ну и конечно, можно очень легко прокатать спонжем, и тогда будет вообще идеальное покрытие. Но спонжем я люблю и просто наносить тон. Это так, наверное, способ, которого вы еще не знали. Мы таким образом убираем вообще абсолютно все лишнее, и тон выглядит, как вторая кожа. Ну и сейчас для того, чтобы сделать объем на лице, я быстро пройду консилером. Кистью, а потом еще раз спонжем. Ну и конечно, самый важный лайфхак, это наносить плотно тон на центральную часть лица, а уже к периферии мягко растушевывать. Это очень важно, потому что в центральной части лица есть неровности, проблемки, которые нужно маскировать. А уже к краевой линии волос, к шее мягко-мягко растушевывать. Ну и конечно, еще один совет, который я могу порекомендовать. Летом, в жару, когда совсем не хочется краситься, вместо тонального вы можете взять консилер. Ваш любимый консилер. Нанести только на Т-зону, выровнять текстуру кожи и таким образом не перегружать лицо. Я так очень часто делаю. Это занимает одну минуту у порога, а кожа выглядит очень красиво. А в следующем видео я покажу, как из этого кругленького лица сделать красивое, скуластое, остренькое. И мы с вами научимся делать талию на лице. Вот так. Давайте все. Субтитры сделал DimaTorzok